Перед входом в новый филиал культурно-досугого центра «Октябрь» ребят встречали герои известного мультсериала. Эстафета и различные творческие задания нашли отклик среди юных голицинцев, которые так заигрались, что чуть было не упустили главное – открытие культурно-досугого объекта. По этому поводу собрались первые лица городского поселения Голицына, которые поздравили ребят с новым ДК, а значит с новыми возможностями. Я от всей души поздравляю всех жителей, всех наших детей с тем, что на самом деле на нашей северной стороне наконец-таки открылся филиал нашего культурно-досугого центра «Октябрь». Я хотел бы, чтобы это учреждение, культурно-досуговый центр, принес огромнейшую пользу в целях воспитания наших детей. Открытие филиала в северной части Голицына было долгожданным. До недавнего времени в городе работал только один муниципальный дом культуры. Теперь ДК «Октябрь» имеет свой филиал, где представлены танцевальное, художественное и лингвистическое направления. Гости праздника смогли не просто заглянуть на занятия, но и поучаствовать в мастер-классе по рисованию. У меня трое детей, я надеюсь, что у меня будут приходить сюда дети, заниматься и танцами, и спортом. К открытию филиала руководство ДК «Октябрь» готовилось больше полугода. Провели ремонт, обустроили классы для комфортных занятий детей. В планах обеспечить максимальную безопасность. Главное, еще раз повторюсь, это безопасность. Люди сегодня могут приходить по пешеходным зонам безопасно, приходить, заниматься, забирать детей. И еще немаловажно, если установим камеры, когда смогут родители, находясь дома, наблюдать за занятием детей, как они занимаются здесь. На базе культурного центра «Октябрь» работают многие клубные объединения. Педагоги занимаются с детьми от трех лет. Это раннее развитие, лепка, вокал – все, что может увлечь ребенка. В филиале Дома культуры планируется создание множества творческих направлений. Руководство прислушивается к пожеланиям родителей, ведь главная цель – гармоничное развитие личности ребенка. Мария Подъепольская, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцула».